привет друзья меня зовут элег герт я коммерческий иллюстратор и в этом видеоролике я вам покажу как я рисовал вот эту иллюстрацию это была иллюстрация на заказ клиент попросил меня нарисовать голову кота скобках для того чтобы использовать эту иллюстрацию как некий логотип браузере который он разрабатывал для своей дипломной работы я начал с того что нарисовал на айпаде в программе про create разные разные варианты кота чтобы понять какое направление нравится клиенту больше всего чтобы продолжить дорабатывать этого кота в этом направлении но получилось так что он увидел эти первые скетчи и сказал что ему уже очень нравится вполне вот этот вариант и он бы хотел чтобы я его уже нарисовал не ища дополнительные формы и не разрабатывая персонажа в дальнейшем этот персонаж ему очень-очень понравился я создал файл размером 5000 пикселей квадрат и разместил туда этот скетч и применил к этому слоя прозрачность и эффект наложения мультиплей то есть умножение чтобы я мог рисовать что-то под этим слоем этот слой просвечивал так очень удобно обрисовывать форму объектов которые вы нарисовали в скетче эту иллюстрацию клиент попросил мне рисовать именно в такой стилистике он мне приложил референсы из моих раз старых работ которые рисовал ну я в принципе согласился конечно же эту иллюстрацию наверное можно было и наверное нужно было нарисовать используя векторную программу иллюстратор но поскольку я уточнил клиента ему не нужен был именно векторный формат и я решил рисовать и все-таки фотошопе который мне несколько ближе потому что я больше разбираюсь его инструментария но повторюсь я использовал здесь инструменты векторного типа которые также есть фотошопе и с помощью именно этих инструментов я создавал некую основу из этих форм которую потом в дальнейшем дорабатывал с помощью дополнительных слоев то есть создавал там объем это будет довольно короткое видео но возможно она вам пригодится и вы увидите что-то здесь полезное что поможет вам создание ваших иллюстраций и когда я нарисовал основные формы глаза рот язык зубы зрачки нос я уже начал дорабатывать объем используя дополнительные слои и я использовал здесь клипинг маск то есть я вкладывал верхний лежащий слой в ниже лежащий и использовала там эффекты наложения такие как мультиплай чтобы создавать тени или наоборот и высветляющие эффекты наложения чтобы рисовать освещенную часть эффекты наложения каждый раз подбираю отдельно в каждой иллюстрации главное запомнить что они делятся на несколько групп обязательно попробуйте как они работают чтобы в дальнейшем вы могли использовать эти эффекты наложения в своих иллюстрациях наверняка они вам пригодятся для того чтобы линии которые я рисую были еще ровнее до чтобы дрожание руки не отображалась на кривизне и ровности линии я использую сглаживание кисти когда выбираете инструмент кисть верхней панели настроек будет параметр сглаживания или смузинг и вот если этот параметр стоит на нуле то этот параметр не включен опять-таки поэкспериментируйте с настройка как вам понравится я обычно когда использую этот параметр ставлю в районе 20-30 процентов и вот по такому принципу используя дополнительные цвета как будто бы такая лессировка накладывая один слой на другой я где-то затемняю где-то добавляю освещенные участки и используя подобную технику я и рисую эту иллюстрацию если вам нравится 3 не забудьте поставить лайк это очень важно для меня и подписывайтесь на канал если еще не подписаны а также друзья если вы хотите поддержать мой канал то по ссылке в описании к этому видео вы можете перейти подписаться на меня в платформе бусти и у вас будет возможность скачать эту и другие иллюстрации в формате psd то есть формате photoshop чтобы вы могли открыть ее у себя в слоях и посмотреть как я ее рисовал чтобы лучше разобраться как рисовать photoshop какие слои я использовал и какие эффекты применял когда я закончил с объемом то есть нарисовал освещенные участки затемненные такими слоями до которые накладываются друг на друга я еще добавил рефлексы то есть такие отблески цвета как будто есть такая подсветка снизу на глаза на бровь на нос на губы что добавляет живости всей иллюстрации и вот такая иллюстрация получилась у меня в итоге дополнительно я сделал вот такой фон и наложил корректирующий слой с добавлением контрастности клиенту я предоставляю всегда psd файл чтобы у него была возможность использовать эту иллюстрацию в тех форматах которые ему необходимы и на создание всей иллюстрации у меня ушло около трех часов что ж друзья спасибо что посмотрели это видео надеюсь вы увидели что-то что пригодится вам в вашей работе и увидимся в следующем видео пока больше рисуйте